До начала экзамена еще больше часа, но выпускники уже толпятся у дверей школы. Ребята заметно волнуются и как могут поддерживают друг друга. Практически все школьники готовились к этому экзамену целый год. И теперь пришло время показать свои знания. Я не спала всю ночь. Готовились очень много. И 10-11 класс. Времени было много, все равно боимся. Я бы не сказала, что 10-м мы готовились. На дня 4 мы готовились постоянно, круглосуточно. На целый год. Готовились тяжело. Как повезет. С этого года экзамен по математике разделен на два уровня. Базовый и профильный. Первый выбрали те школьники, которым этот предмет не нужен для поступления в ВУЗ. И таких в меньшинство. Все больше ребят отдают предпочтение техническим и военным ВУЗам. Мечтают стать инженерами, программистами или посвятить свою жизнь изучению физики. Этот первый год показал, что интерес к профильной математике очень высокий. У нас вообще в базе зарегистрировано порядка 6 тысяч участников. И 4 600 зарегистрировались для участия на вот этом испытании. Математика, профильный уровень. Нужно сказать, что минимальный порог, который утвержден в этом году для профильной математики, составляет 27 баллов. Чтобы набрать эти баллы, выпускникам необходимо правильно решить не менее 7 заданий из 21. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 50 минут. В течение этого времени ребята находятся под двойным наблюдением. Одновременно за ходом экзамена следят общественные наблюдатели в школе и в Москве. Но чтобы дети меньше нервничали, наблюдатели и экзаменуемых разделили монитором компьютера. Мы предложили следующий вариант, что не обязательно общественным наблюдателям находиться в аудиториях. Они имеют право быть здесь, в ситуационном центре. И если им показалось, что вот условно происходит какое-то нарушение, они обращаются к руководителю пункта проведения экзамена, они выходят в аудиторию и смотрят, что там есть на самом деле. Напомним, что с собой на экзамен можно брать только ручку, шоколадку и воду. Пользоваться мобильными телефонами категорически запрещено. За нарушение правил в этом году уже удалены три человека с экзамена по русскому языку. В случае неудовлетворительных результатов ЕГЭ по математике можно будет написать в резервный день 23 июня. Причем ребята могут сами выбрать, на каком уровне пересдавать экзамен.